Луганские ополченцы сбили штурмовик украинских ВВС. Об этом сообщил сегодня глава ЛНР Игорь Плотницкий. По его словам, самолет, предположительно Су-25, упал в районе Ирмина. Пилот катапультировался. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента Артема Колу. Он сейчас на прямой связи со студией. Артем, здравствуйте. Подтверждается ли эта информация и удалось ли найти пилота? Здравствуйте, Юрий. Но к этой минуте пока удалось ополченцам найти парашют, который спас жизнь пилоту. Сам пилот сейчас скрывается где-то поблизости от поселка Ирмина. Либо сейчас уже перебрался в ближайший город Стаханов, рядом с которым и был сбит самолет. Предположительно, конечно же, Су-25 направлялся именно в этот регион, чтобы помочь своим войскам как-то отвлечь ополченцев и уничтожить, наверное, силовые точки, укрепрайоны ополчения в районе Дебальцево. Стаханов находится в непосредственном близости от зоны боевых действий. При этом сейчас, конечно, информации о самолете поступает не очень много. Дело в том, что до сих пор обломки фюзеляжа не найдены. Квадрат разброса обломков очень большой. Но ополченцы сейчас продолжают искать. И также поиски затруднены тем, что это все произошло вблизи от линии фронта. И поэтому это осложняет сейчас поиски. Но при всем при этом первым, кто сообщил о НТ-информации, сегодня был глава Республики, Луганской Народной Республики, Игорь Плотницкий. На пресс-конференции с журналистом он первым делом сообщил о том, что военный самолет украинских вооруженных сил был сбит над Стахановым. Предлагаю послушать его слова по этому поводу. Предположительно, это Су-25. Летчик выпрыгнул один. Сейчас его разыскивают в район Ермена. По поводу ОБСЕ и точки У, насколько я знаю, все материалы были переданы ОБСЕ. И зная, как работает миссия, они наверняка уже зафиксировали все вот это. Тем более, что там имеются и номера, можно установить откуда, как, кем. Это уже теперь не является никаким секретом. Это легко все делается. Также хотелось бы отметить, что на пресс-конференции, помимо журналистов, присутствовали и представители ОБСЕ, которые сегодня никак не комментировали, ведут ли они расследование по поводу запуска баллистической ракеты Точка-У в район города Стаханов, где, ну, рядом с Алчевском была сбита эта ракета. Это предположительно, что ракету украинские силовики направили на столицу непризнанной республики, в город Луганск. Ну, к счастью, удалось эту ракету сбить. И сейчас проводится расследование по этому факту. И, ну, не исключено повторные подобные запуски в сторону столицы непризнанной республики. Юрий. Да, Артем, благодарю вас за подробный рассказ. Собственно, кадры ракеты были у нас по видеоряду. Возможно, через какое-то время появятся и кадры сбитого самолета, если эта информация подтвердится. Я благодарю вас, Артем, еще раз. Напомню, на связи со студией был наш корреспондент Артем Кол.